всем привет меня зовут саша вы на канале посылки из китая сегодня на распаковке у нас будет ну наверное 6 товаров посмотрим в процессе обязательно будет конкурс поэтому смотрите видео внимательно и здесь у нас находится air fly mouse штукой на предназначена вот как показано smart tv пока android box ну также можно использовать для планшета но еще чего-нибудь так в комплекте юсби микро юсби кабелек сантиметров на 10 bluetooth приемник ну и естественно сам пульт пульт у нас имеется двухсторонний здесь лампочка диод как в обыкновенных пультах здесь разъем для зарядки очень очень тонкий вот допустим если кто-то знает как выглядит нож птичка ну или вот мой палец в сравнении с этим пультик очень тоненький имеются такие неприятные люфты ну в принципе не сильно ощущаются клавиатура чисто на английском языке мягкие резиновые кнопочки и здесь также мягкие само кольцо вот это пластик что можно рассказать об этой аэромыши вещь достаточно прикольно но все-таки есть свои нюансы которые мне не очень нравятся им нельзя полноценно пользоваться как обычным пультом телевизор то есть в меню smart tv в приложениях мега го и тому подобных вы без проблем вот можете пользоваться этой мышкой нормально все функционирует гироскоп отлично работает никаких сбоев глюков ничего нет также очень удобная функция допустим вы нажали на поиск вам надо напечатать текст но вы не хотите печатать с помощью мышки хотите печатать на клавиатуре пульта вы переворачиваете пульт и гироскоп у вас автоматически отключается курсор зависать в том месте где было последнее застывание мыши напечатали текст который вам надо и воспользовались поиском перевернули пульт обратно и у вас курсор мыши возвращается гироскоп становится полностью активным но это только для приложений в компьютере также подключение очень элементарное вставили bluetooth модуль и у вас пульт уже готов к работе единственное чтобы активировать аэромыш эту надо нажать вот на эту кнопку мышки то есть чтоб он за коннектился и здесь у нас вот такой фонарь pocket man у меня подобного плана фонарь есть но он правда уже за счет очень очень долгого срока службы подубился и нет регулировки направления луча поэтому я решил заказать себе еще один в комплекте идет переходник для батарейки 18 650 чтобы она внутри не болталась потому что многие не знают и когда им приходит они просто эту штуку выкидывает поэтому если вы захотите использовать 18 650 имейте ввиду эта штука именно для него также можно использовать три батарейки 3 а так имеется несколько режимов работы то есть обыкновенный можно пятно сделать достаточно большим для освещения но либо превратить его не очень большую точку что позволит вам светить намного дальше так выключаем включаем его заново режим стробоскопа в принципе это достаточно неплохой фонарик хороший вариант но есть все-таки одно но как же у китайцев без но отсек для батареек имеет уплотнительное кольцо точнее уплотнительную резинку ну вроде как влага пылезащита небольшая так вот если вы очень сильно передавливаете эту резинку пробка ее просто-напросто выдавливает по сторонам соответственно буквально но 5-10 таких прокрутов это кольцо у вас просто исчезнет она порвется и вам придется пользоваться обычным фонариком без пыли влагозащиты хотя я думаю никакой пыли влагозащиты на самом деле нет потому что вот здесь никаких колец уплотнительных я не вижу именно вот здесь в этой части фонаря только вот в этой части есть уплотнительное кольцо а так достаточно неплохой бюджетный вариант если вам понравился ссылка будет в описании заказал для знакомого захотел увидел у меня разрисованы мое колесо и очень сильно загорелся таким же способом разрисовать свои колеса убедился что они не смываются под дождем как многие писали что да вот первый дождь и у вас все вся краска с колеса сойдет нет неправда краску можно стереть либо если вы по бордюрам любите покататься то есть прислоняйтесь часто к бордюрам она стирается естественно ну или если вдруг вы ацетоном таким спотрете но правда я этого не пробовал надпись очень хорошо держится советую эти маркеры но если вы любите тюнинговать свой автомобиль делать его неотразимым то в принципе такой товар к вам может подойти следующая посылочка просто воздух и здесь просто кепка в отличие от предыдущих кепок которые я заказывал здесь имеется другая форма застежки металлический такой крокодил петля чтобы не болтался этот шнурок отверстие точнее и сама кепка выполнена просто невероятного качества так сейчас немножко свет не нравится так первое что бросается в глаза ну нитки которые присутствуют на кепке это фигня эту ниточку можно подрезать но что делать вот с этим куском торчащего материала как вы думаете ну как можно делать вот такого плана товар но это уже не первая кепка которую я заказываю так с виду мне нравится можно аккуратненько вот это подрезать конечно но блин китайцы вы что материал такое напоминает слегка джинсовку маловато будет надо немножко разжать о чуть 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 еще надо подтянуть а вот так вот козырек достаточно длинный то есть вот можете посмотреть как он мне вы знаете ну сидит в принципе неплохо только вот этот ой блин фак ни в коем случае не подгоняйте вот размер вашей кепки на голове потому что волосы попадают в эту хрень вы защелкиваете и могут быть вот такие залысины после этого это конечно шутка но реально неприятно тянет волосы а больше всего неприятно то что вот этот дефект имеется по дизайну мне нравится вот такие минималист минималистичные кепки которые не вычурные нет много различных таких броских элементов это просто обычная кепка которой можно ну как я считаю можно побегать по улице практически доволен если бы не этот маленький дефект сайнс микроскоп в комплекте микроскопу имеется две какие-то колбочки вот такой маленький контейнер с наклейками сюда наверно надо помещать объект который вы будете рассматривать под микроскопом и пинцет работает это сие чудо от двух батареек 2а ну надо проверить потестить действительно ли это рабочая вещь а вот тут крышечка защитная имеется и снимается написано 400 x и различные вот какие-то насадки можно вращать вот эти штуки зажимы под которые стеклышко это подкладывается так как тут повернуть чтобы стекло это никуда не девалась вы его оп подложили и можете наблюдать кнопка включения поворот имеется у этого микроскопа он в принципе стоит и в этом положении в этом вот провода туда подходят какие-то колесики а колесики вот эти предназначены для приближения и отдаления ты штуковины а вот это колесо двигает саму эту фигню вещь интересная сейчас будем смотреть как это работает ну естественно надо рассказать пару слов об этом микроскопе здесь имеется кратность как написано 100 x 400 и 1200 ну как вы думаете есть на самом деле такая кратность естественно нет я думаю что максимум но 15 может быть 20 сейчас я покажу несколько фотографий которые у меня получилось сделать при помощи телефона и этого микроскопа смотрим это мушка размером приблизительно 1 миллиметр это лепесток цветка достаточно маленький поэтому можете посмотреть как он выглядит у меня на ладони небольшой кусочек кутикулы с моего пальца собачья шерсть я считаю что этот микроскоп заслуживает место на китайской площадке его можно приобрести для подарка какому-нибудь ребенку на новый год на день рождения не очень дорогая вещь но в то же время забавная да на самом деле она забавная комплект упаковка очень неплохо подходит для подарка ссылка в описании так последняя посылочка на сегодня мы ее открываем и смотрим у нас здесь еще один фонарик только в данный момент это уже имеется налобный фонарь так регулировка дальности луча только на что-то как-то она не крутится она просто выдвигается и сдвигается так повернуть можно так кнопка питания открывается по бокам зажать две кнопки и вы попадаете в отсек для батареек три батарейки формата 3а сейчас посмотрю как эта штука работает не работает а вот это изголовье сейчас мы посмотрим как сидит так о ну резинки можно растянуть на любую голову если захотите даже на две головы нигде ничего не натирает не давит мягкие основания которые между которыми они прошиты тоже не внушают никакого дискомфорта ну на первый взгляд в принципе прикольный фонарик но единственное остается посмотреть как он работает таким фонарем определенно можно что-то подсветить во время вечернего или ночного ремонта в автомобиле ну или в поисках какой-нибудь истины в темноте он возможно вам и пригодится стробоскоп тусклый свет и обычное пятно как обычно у нас проходит конкурс на 150 российских рублей для участия надо поставить лайк написать какой из этих товаров вам понравился больше всего обязательно подпишитесь на мой канал поставьте колокольчик чтобы не пропускать новое видео розыгрыш через 10 дней я с вами прощаюсь пока пока